Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок биологии. Ребята, в течение трех уроков мы изучаем уже раздел пищеварения. Сегодня нам предстоит выполнить лабораторную работу номер 2 «Исследование влияния различных условий температуры и PH среды на активность фермента». Целью нашего урока – исследовать влияние различных условий на активность фермента. И мы узнаем сегодня основные свойства ферментов. Ферменты или энзимы, как мы уже с вами знаем, это биокатализаторы, преимущественно белковой природы, которые принимают участие в химических реакциях в организме. Ферменты как биокатализаторы обладают специфичностью. Эта специфичность избирательная, то есть они действуют только на определенные структуры. Зависимость скорости ферментативной реакции от температуры также является одним из основных свойств. Температурный оптимум для ферментативной реакции – 38-40 градусов Цельсия, а при 50-60 градусов Цельсия и выше скорость ферментативных реакций сильно уменьшается из-за разрушения молекул фермента. Ферменты лучше сохраняются при низких температурах, их активность снижается, но денатурации не происходит. Еще одним свойством ферментов является зависимость ферментативной активности от PH среды. Каждый из ферментов имеет свой PH оптимум, значение PH, при котором его активность максимальна. Ну и последнее, еще одно свойство – это активность ферментов. Активность ферментов может изменяться под влиянием различных веществ, которые могут повышать, то есть активаторы, или снижать ингибиторы скорость катализируемой реакции. Это основные свойства ферментов. Лабораторная работа, которую нам предстоит сегодня выполнить, это исследование влияния различных условий, то есть температуры и PH на активность фермента. Целью работы является убедиться в работе пищеварительных ферментов на примере амилазы, слюны. Поэтому оборудованием является вареный крахмал, йод, термос с горячей водой, теплая вода, холодная вода, лимонная кислота, пищевая сода, часы, водный термометр, пробирки и иная химическая посуда. Для работы нам необходимо 6 штук пробирок, в которые мы наливаем по 3-2 мл чистой воды комнатной температуры. Разделяем пробирки по двум штативам. Как вы видите, штатив номер 1 и штатив номер 2. То есть используем эти штативы одну для определения PH, другую для определения температуры, точнее влияния PH и температуры на активность ферментов. Для того, чтобы начать работу, мы можем начать ее с любым штативом, прилив воду и разделив это все на два штатива. Итак, первое, что мы исследуем, это PH, то есть влияние PH на активность ферментов. Для каждого фермента, как мы уже сказали, имеется определенное значение реакции среды, при которой он проявляет наивысшую активность. Изменения PH вызывают снижение или полное торможение деятельности фермента. В основе этого лежит нарушение структуры активного центра. При изменении реакции среды происходит изменение ряда функциональных групп активного центра, входящих в состав него. Итак, первый штатив, где у нас пробирка номер 1, 2 и 3. Мы в каждую пробирку, где была вода, добавили 2 мл крахмала и 2-3 мл слюны, испытуемого любого человека. В первую пробирку добавили 5-6 капель лимонной кислоты. Во вторую пробирку добавили пищевую соду. И в третью пробирку ничего не добавляли, оставили ее контрольную. Все пробирки мы помещаем в термостат при температуре 37 градусов Цельсия или можно поместить в теплую воду до 36-38 градусов Цельсия. Затем все эти пробирки после помещения в термостат мы к ним приливаем йод, так как мы знаем, что йод является качественной реакцией на крахмал. При воздействии йода на крахмал, если вы, ребята, помните, образуется сине-фиолетовое окрашивание. Прилив йод в пробирке мы помешиваем содержимое стеклянной палочкой и оставляем на несколько минут, чтобы пронаблюдать изменения. Итак, какие же изменения мы увидим? Обратите внимание на эту схему. То есть амилаза в слюне – это фермент, крахмал – это субстрат. Они у нас находятся в водной среде. При добавлении, соответственно, реакции амилаза с крахмалом, крахмал, как полисахарид, должен расщепиться на глюкозу и фруктозу, то есть моносахариды, и декстрины – олигосахариды, содержащиеся в крахмале. Итак, что же мы пронаблюдаем после воздействия йода? Посмотрите, пожалуйста, в первой пробирке, где была лимонная кислота, раствор окрасился синий цвет, где пищевая сода – в желтовато-оранжевый, и где контрольная пробирка – в фиолетовую окраску. Вам нужно будет сделать выводы по этому опыту и записать их потом в таблицу. Опыт номер два. Влияние температуры на активность фермента. Ферменты весьма чувствительны к температуре и проявляют свою наивысшую активность при оптимальном ее значении. Как уже было сказано, ферменты в теле человека находятся в пределах 35-45 градусов температуры. При высокой температуре ферменты разрушаются, или их активность снижается, или наступает инактивация. Итак, пробирки у нас тоже самое. Находится вода, слюна и крахмал. Но четвертая пробирка со льдом, пятая пробирка в горячей воде, а шестая пробирка в теплой воде комнатной температуры. Все пробирки мы помещаем в разные условия. Ну и, конечно же, капаем йод для того, чтобы проверить реакцию на уже воздействие температуры. Итак, что же будет после добавления йода? Смотрим внимательно на результат. Пробирки номер 4, где была со льдом, окрашивается в синий цвет раствор. Пробирки с горячей водой также в синий цвет. И пробирки с теплой водой, желтоватое, оранжевое окрашивание. Итак, ребята, мы проделали с вами опыты. Вы их пронаблюдали. Пронаблюдали за изменениями в пробирках. Вам необходимо результаты занести в таблицу и написать выводы, что вы наблюдали после добавления йода. Итак, давайте проверим, ребята, что же вы наблюдали. Пробирки номер 1 среда кислая. Она вызвала нарушение активного центра фермента амилаза и не произошло расщепление крахмала. Поэтому при действии йода в пробирке произошла качественная реакция на крахмал с синий-фиолетовое окрашивание. Пробирки номер 2. Щелочная среда. Поэтому происходит полный гидролиз крахмала. Так как он расщепляется на глюкозу, фруктозу и дегстрины, то раствор йода не изменил окраску. Раствор не изменил окраску под действием йода. И она, соответственно, оранжевая или желтоватая. Пробирки номер 3. Среда нейтральная. Это у нас была пробирка контрольная. Поэтому действие фермента медленное. В результате раствор окрашивается в фиолетовый цвет, так как происходит качественная реакция на крахмал с йодом. Каждый фермент действует только при определенной среде. Амилаза наиболее активна при pH 6,8. Целых выводы по опыту номер 2. Влияние температуры на активность фермента. То есть при температуре, соответственно, у нас была теплая, холодная температура и температура горячая. То есть посмотрите, ферменты чувствительны к температуре и проявляют свою наивысшую активность при оптимальном ее значении. То есть при нуле, когда у нас холодный бласт, со льдом происходит синее окрашивание. Это горячая вода, ну или 55, у нас 60 градусов Цельсия была. Тоже, соответственно, фермент начинает активный центр разрушаться и дает вот такое вот окрашивание синее. Так при горячей температуре до синее. И, соответственно, при комнатной температуре у нас идет процесс и желто-коричневую окраску мы видим. Оптимальные условия действия амилазы, фермента, расщепляющего крахмал, PH6,8 и температура 37 градусов Цельсия. Вот такую работу мы с вами сегодня выполнили. Поэтому необходимо закрепить свои знания, сделать выводы, кто не закончил, закончить. Спасибо за внимание. На этом урок окончен. До свидания.